Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш софировый плейлист. И вот пишите «Ух, как всегда быстро, только думала, вот догнала, и ещё больше видео». На один уровень за пару месяцев уже поднялась. Да, друзья мои, вперёд и только вперёд. Значит, идём к более высоким уровням, но это в любом случае отлично для закрепления, вы молодцы. Значит, вы действительно трудитесь очень усердно. Да, и как правильно заметили, у нас с вами осталось одно предложение для перевода. Он – менеджер. Он – his – менеджер. Помним про артикли. A – manager. He's a manager. И также помните, мы с вами недавно говорили как раз про добрые дела, но я считаю, добрые дела – это не только тогда, когда помогают деньгами, ведь действительно многих денег нет у людей. Это частая проблема. И вот действительно, видите, вот есть примеры святых, которые помогали по-другому. В частности, которые бесплатно лечили. Это великомучник Пантелимон, там даже святые бессеребники – Косимай Демиан, Кир Иоанн. И также пример нашего времени – святитель Лука, воин Ясенецкий. Ведь на самом деле деньги есть не у всех, но для Господа самое главное – сердце, друзья мои. Просто поддержка добрым словом или молитва – это тоже доброе дело, друзья мои. Тоже доброе дело. И оно имеет очень-очень большой вес. Вот. И это самое главное. И вот, в частности, если посмотреть на труды святителя Луки Иоанна Ясенецкого, вот, известные, как мне кажется, о семье и воспитании детей, также его известные слова, как раз и сборник «Спешите идти за Христом», и его автобиография «Я полюбил страдания». Вот он, автобиография, как раз написал «Я полюбил страдания, так удивительно очищающие душу». Это автобиография этого святителя. Поэтому, друзья мои, в любом случае, есть также и как раз в Евангелии описан случай как раз «Лепта вдовы». Да, вот действительно, вот кому интересно, но я думаю, многие как раз это знают, напоминать не приходится. То есть, действительно, самое главное – нисколько. А вот мне люди говорят, вот мы бы там пожертвовали миллиард, мы там 2 миллиарда, мы 5 миллиардов. Так если у человека, не знаю, там 100 миллиардов, так для него это может быть не так много в процентном соотношении. А вот «Лепта вдовы» она дала последнее. И вот эта «Лепта», она в глазах Господа намного выше, чем вот это огромное количество денег. Ведь главное же не сколько, а именно конкретная ситуация каждого человека. Понимаете, это важно. Вот, и, конечно, у многих денег нет. Но даже если вот последняя, может, там копеечка какая-то, тоже очень важно может быть. И опять же, не только материально, но и духовно, и просто доброе дело, молитва – это все очень важно. Вот, и, конечно, святитель Луковой Несенецкий – это очень показательный пример как раз святости. Нашего времени. Друзья мои, мы же с вами идем далее в рамках нашего плейлиста. И что очень приятно, наш счетчик, по словам, так стремительно растет. Уже совсем скоро 500 слов. Друзья мои, супер, супер, еще раз супер. Просто, конечно, я считаю, что помощь – это хорошо. И когда и миллиарды, и другие – это очень хорошо. В любом случае, это очень хорошо. Но, опять же, главное дело для Бога, а не для людей, не на показ. Ничто просто там хвалили и так далее. И просто, действительно, у многих начинается депрессия. Вот, когда будет возможность, тогда я и начну что-то делать. Когда будет возможность, а эта возможность может никогда не наступить. Я считаю, нужно жить сегодняшним днем и как раз делать все согласно из текущей ситуации. Да, кто как может, друзья мои. Лептодавы, в общем, показательная как раз история. Да, и смотрите, в этом уроке у нас есть дополнительная практика на форму глагола to be. Потому что в разговорном английском очень много полезных предложений и фраз именно с глаголом to be. И формула from плюс страна. То есть, когда мы говорим, я из какой-то страны, обычно from плюс страна. Например, я из России. Я. I'm из. From. Россия. Russia. I'm from Russia. I'm from Russia. Нет, ну, конечно, можно сказать по-другому. Я живу в России. I live in Russia. Но обычно мы просто говорим, я из России. То есть, я из какой страны? Я из России. I'm from Russia. Он из Англии. Он. Опять же, в помолчении используем краткую форму он. Это he's. Из. From. Англия. England. England. He's from England. He's from England. He's from England. Она из Соединенных Штатов. Она из. Она. She's. He's from Соединенных. The United Штатов States. She's from the United States. She's from the United States. Он из Германии. Он. He's. He's from. И Германия. Germany. Germany. Опять же, видите, британский вариант. Это a Germany. Американский слышится r Germany. 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 Германия. He's from Germany. He's from Germany. He's from Germany. Она из Испании. Она. She's. She's. From. Испания. Spain. She's from Spain. She's from Spain. She's from Spain. Действительно, очень часто эта лексика встречается. Особенно, когда мы знакомимся и общаемся с людьми из других стран. Там, я из какой страны? Скоро мы будем учиться задавать вопрос. Но здесь, пока видите, именно страны встречаются. Это часто встречается. Итак, I am from Russia. He's from England. She's from the United States. He's from Germany. She's from Spain. Он из Латинской Америки. Он. He's. 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 He's from. Если просто он из Америки, мы скажем he's from America. He's from America. Если из Латинской Америки, то нужно добавить еще одно слово. Давайте посмотрим. Латинская Америка. Latin America. Latin America. Латинская Америка. Latin America. Получается. Значит, он. He's from Latin America. He's from Latin America. Латинская Америка. Latin America. Она из Латинской Америки. Она. She's. Is. From. Латинской. Latin America. America. She's from Latin America. She's from Latin America. Он из Китая. Он. His. Is. From. Китай. China. 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 He's. From. Китай. China. He's from China. He's from China. Они из Китая. Они. Form. They're. They're. From. Китая. China. They're from China. They're from China. He's. From Latin America. She's. From Latin America. Да, видите, здесь латинская Америка произносится как бы вместе, то есть не Latin и потом America, а как бы вместе. Latin America. Latin America. Latin America. He's. From Latin America. She's. From Latin America. He's from China. They're. From China. They're from China. Следующая формула. Как сказать, сколько нам лет? Здесь применяется следующая формула. Смотрите, есть тонкость определенная. Если про себя, то I'm и далее количество лет. К примеру, мне двадцать. I'm. Twenty. I'm twenty. Также можно сказать, мне двадцать лет. Мне двадцать лет. Тогда будет как? Лет будет years. Но это часто ошибка. Так грамматически сказать нельзя. Это ошибка. Здесь, смотрите, два варианта. Или просто. I'm twenty. То есть мне двадцать. Если мы говорим лет, обязательно нужно добавить old. 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 Еще old переводится как старый. Вот. Вот такая конструкция. То есть двадцать лет. То есть лет, именно не просто years, а years old. Это нужно добавить. Years old. Получается I'm twenty years old. Мне двадцать лет. Если же просто мне двадцать, то мы говорим I'm twenty. I'm twenty. I'm twenty. Это очень важный момент. Смотрите, то есть. Или если лет, old добавляем. Или без этого просто как обычно и говорим. Эти конструкции I'm плюс количество лет. Или также не просто years, а years old. Конечно, не yes, не yes, а years. The. Years old. I'm twenty years old. И давайте сейчас посмотрим, как сказать некоторые цифры. И также отдельное внимание уделим произношение. Итак, одиннадцать. Eleven. Eleven. Эти именно I. Eleven. Далее. Twelve. Двенадцать. Twelve. Twelve. Далее. Тринадцать будет. Здесь видите, частая ошибка как раз на произношение. Многие говорят как thirteen. Нет. Смотрите, основное ударение, вот это teen на второй слог. То есть не thirteen, а fourteen. Fourteen. Именно teen идет ударение. Fourteen. Fourteen. Четырнадцать. Fourteen. Fourteen. Опять же, многие говорят неправильно там fifteen. Нет, не fifteen. 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 Пятнадцать. Шестнадцать. Sixteen. Sixteen. Семнадцать. Seventeen. Seventeen. Восемнадцать. Eighteen. Eighteen. Девятнадцать. Nineteen. Nineteen. Двадцать. Twenty. Twenty. То есть, видите, вот здесь, да, видите, eleven, twelve отличается, а что касается там с тринадцати до девятнадцати, здесь просто является teen, teen. Есть некоторые изменения иногда, просто teen, ударение именно на teen. Еще раз давайте повторим. Получается, eleven, twelve, fourteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. Но ведь десятки просто. Значит, получается, тридцать будет thirty, thirty, сорок. Видите, здесь долгота. Forty, forty, пятьдесят, fifty, fifty, шестьдесят, sixty, 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 seventy, 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 eighty, 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 ninety, ninety, ninety. Итак, получается, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, seventy, ninety. Отлично. Теперь вернемся к основной части. Значит, мне двадцать, а I'm twenty. Далее. Скажем, мне сорок. Мне сорок. Вот конструкция мне. Это конструкция I'm. I'm и сорок. Мы разобрали forty. Forty. Это долгое O. Forty. Forty. I'm forty. Если говорим про кого-то, там, ему есть сколько-то лет, то he's, she's, плюс количество лет, или years old, если полностью говорим лет. Ну, получение просто краткое. Ему тридцать будет. Ему тридцать будет. He's тридцать форти. He's форти. He's форти. Ей шестьдесят. Ей. Шиз. Шестьдесят сиксти. Сиксти. Шиз сиксти. Шиз сиксти. Ему пятидесят. Ему пятидесят. He's. Пятьдесят. Fifty. Fifty. He's fifty. He's fifty. Итак, повторим. I'm twenty years old. I'm twenty. I'm forty. He's forty. He's forty. She's sixty. He's fifty. Мне сорок лет. Опять же, нужно понимать разную речь, поэтому для практики, чтобы понимать, тоже переводим. Мне. I'm сорок. Forty. И лет. Не просто years, а years old. I'm forty years old. I'm forty years old. Мне восемнадцать. Мне. I'm восемнадцать. Eighteen. Eighteen. I'm eighteen. Видите, образовано от eight. Восемь. I'm eighteen. Ему одиннадцать. Ему. He's. Одиннадцать. Eleven. И. He's eleven. He's eleven. Ей двенадцать лет. Ей. She's. Двенадцать. Twelve. She's twelve. Лет. Years old. Years old. She's twelve years old. She's twelve years old. Ему тринадцать. Ему. He's. Тринадцать. Thirteen. Thirteen. He's. Thirteen. He's thirteen. Мне четырнадцать. Мне. I'm. I'm. Четырнадцать. Fourteen. Fourteen. I'm fourteen. I'm fourteen. I'm fourteen. I'm forty years old. I'm eighteen. He's eleven. She's twelve years old. He's fourteen. I'm fourteen. Ей пятнадцать. Ей. She's. Пятнадцать. Fifteen. She's fifteen. She's fifteen. Ему шестнадцать. Ему. He's. Шестнадцать. Sixteen. Sixteen. He's sixteen. Ей семнадцать лет. Ей. She's. Семнадцать. Seventeen. Лет. Years old. Years old. She's seventeen years old. She's seventeen years old. Ему девятнадцать. Ему. He's. Девятнадцать. Nineteen. Nineteen. He's. Nineteen. He's nineteen. Давайте здесь для практики скажем Ему восемнадцать. Ему восемнадцать. Будет. He's. Восемнадцать. Эйтин. Эйтин. He's. Эйтин. He's. Эйтин. Видите, на тин. Мне двадцать пять. Вот да, как сказать действительно составные такие числительные. Мне. Будет I'm. Как будет двадцать. Твентье. И пять будет five. То есть так и говорим. Twenty five. Просто нужно знать, как будет десятки. И все. Здесь ничего сложного нет. I'm twenty five. Опять же не five, а в. Five. 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 I'm twenty five. I'm twenty five. Мне тридцать семь. Мне. I'm. Тридцать. Тридцать будет thirty. И семь. Seven. I'm thirty seven. I'm thirty seven. I'm thirty seven. Но мне на самом деле на момент записи данного видео. I'm thirty four. Да, вот когда на слух трудно понимать. Или thirty, или forty. Похоже, да? I'm thirty four. I'm thirty four. То есть мне тридцать четыре. I'm thirty four. I'm thirty four. Итак. She's fifteen. He's sixteen. She's seventeen years old. He's eighteen. He's nineteen. I'm twenty five. I'm thirty seven. I'm thirty four. Ему сорок пять. Ему. He's. He's. Сорок. Forty. Пять. Five. Forty five. He's forty five. He's forty five. Не five, а five. He's forty five. Ей пятьдесят два. Ей. She's. She's. Пятьдесят. Fifty. Два. She's fifty two. She's fifty two. Ему шестьдесят четыре. Ему. He's. Шестьдесят. Sixty. Четыре. Four. He's sixty four. He's sixty four. He's forty five. She's fifty two. He's sixty four. Отлично. Далее новая формула. Очень часто мы используем как раз формулу глагола to be, когда указано свое имя или национальность. Если про себя I'm плюс имя или национальность. К примеру, я Алекс. Я Алекс. То есть я, глагол нет, поэтому видите форму глагола to be, I. I'm. И Алекс будет Алекс. Алекс. I'm Алекс. I'm Алекс. Я Кейт. Катя или Кейт? Я Кейт. I'm Кейт. I'm Кейт. Кейт. I'm Кейт. I'm Кейт. Я русский. Я. I'm. Многие почему-то говорят I'm Russia. I'm Russia. Это я Россия. I'm Russia. Нет. Нужно русский. Вот Россия это Russia, а русский это Russian. Это же русская. Я русский. I'm Russian. Или я русская. I'm Russian. I'm Russian. I'm Russian. I'm Russian. I'm Russian. Соответственно, если he или she, он, она, также his, she's плюс имя или национальность. Здесь было я, наверное, он, Алекс. Он, Алекс. Будет. He's Alex. He's Alex. Она, Кейт. Поменяли. Она, Кейт. Она. She's Kate. Kate. She's Kate. She's Kate. Отлично. Так еще раз. He's Alex. He's Alex. She's Kate. She's Kate. Еще раз. Смотрите. I'm Alex. I'm Kate. I'm Russian. He's. She's. He's Alex. She's Kate. Видите, я русский. Если, к примеру, мы хотим сказать я русская, также будет то же самое. Видите, здесь разницы нет. Но давайте еще раз посмотрим слова, которые с вами возникли, новые слова в этом уроке. Потому что мы с вами в общем как раз повторили цифры, изучили цифры, но были также и новые цифры в этом уроке. Смотрите, давайте повторим пока. 40. 40. 40. 60. 60. 18. 18. 18. 11. 11. 12. 12. 14. 13. Скажем, он американец. Он, his, американец будет... Давайте посмотрим также как раз транскрипцию. Специально для вас я здесь написал как раз национальности и имена. Это тоже важно. Итак, смотрите. Американец будет American. Есть имена Alex. Kate. Итак, пока вот здесь мы. Американец. Американец. Он американец. He is American. Она американка. Она, she is... Американка. Американец. She is American. Он испанец. Он, his... Испанец. Spanish. He is Spanish. Он испанец. He is Spanish. Есть, например, она испанка. She is Spanish. She is Spanish. Американец. Отлично. Но вообще, видите, American берется как американец и, соответственно, американский, американская. Мироамериканская культура. American culture. American culture. Или есть еще такое понятие, как американская мечта. American dream. American dream. American dream. Американская. То есть, американский, американская. American culture. American dream. А здесь, видите, нам национальность нужна в этом уроке пока. He is American. She is American. He is Spanish. Далее, если они... То есть, they плюс национальность. Но, если, видите, американец, то множественное число здесь, видите, Americans. Americans. То есть, они, американцы, они. They're американцы. Americans. They're Americans. They're Americans. Это именно как раз и слово American. А так обычно не добавляется. Посмотрите. Ну, соответственно, есть и русские, они русские тоже добавляются. Видите, такое же окончание. Там мы русские. Они русские. Они русские, так скажем. They're русские. По аналогии, видите, окончание похоже. Russians. Russians. They're Russians. They're Russians. They're Russians. Но, опять же, это из практики уже просто обратите на это внимание, что бывают изменения, как здесь. Да, они испанцы. They're испанцы Spanish. They're Spanish. They're Spanish. Давайте с вами также посмотрим названия некоторых городов. Итак, Moscow. Moscow. Москва. Видите, окончание o, это как o. Помните, такое слово, как знать. Такое же окончание, видите. No. No. Так o. O. Moscow. Moscow. Далее, Нью-Йорк. Нью-Йорк будет. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Так и будет, видите. Долгота. Опять же, американский вариант. Слышишь, и Р. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Вот Лондон – это не Лондон. Смотрите, тоже частая ошибка. Почему это, помните, там учат. Кто знает, там Лондон, там is the capital и так далее. Да, Лондон – это страница. Но неправильно. Потому что, как раз, вот, там столица Великобритания. Вот есть такая конструкция, предложение. Смотрите, многие говорят так. London is. Нет, еще раз нет. Это типичные ошибки. Смотрите, транскрипция. Это не Лондон, а Лондон. Именно a. Лондон. Лондон, то есть, тоже, видите, во-первых, a. Краткая а, во-вторых, не он, а n. Лондон. Лондон. Во-вторых, не is, а is. Мы про это с вами говорили из. Это очень важно. Лондон – из. Далее. И уже остальное. И как раз та конструкция, которую мы разбирали. Там there – существительное плюс принадлежность of. Просто уже уровень следующий. Поэтому вот это слово впереди. А так, в принципе, важно именно в произношении. Видите, то есть столица. Capital – столица Great Britain. То есть Великой Британии. Великой Британии. Лондон, именно London, is the capital of Great Britain. Именно так. Ведь London is London. Отлично. И давайте как раз переведем. Я из Москвы. Я из Нью-Йорка. 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 Он из Лондона. Видите, я на автомате говорю. Он из Лондона. То есть уже на автомате. Я на автомате уже подсознаю, что это Лондон. Он из Лондона. Он. He's. He's. He's from. Лондона. Лондон. Лондон. He's from London. He's from London. He's from London. Именно London. He's from London. Итак, получается, видите, American, Americans. Также, видите, русский. Там русская, Russian. Но русские Russians, Russians. Именно the. И там и там Russian, Russians. They're Americans. They're Russians. They're Spanish. I'm from Moscow. I'm from New York. He's from London. Я занят. Я занят. Я. I'm. Занят. Значит, это прилагательное. Занят. Это будет. Busy. Busy. Занят. Busy. Busy. Получается, I'm busy. I'm busy. I'm busy. Я занят. Далее важная формула, что now ставится в конце предложения. То есть, основная часть предложения плюс now. Я сейчас занят. Я. I'm. Сейчас занят. Но по-английски сейчас мы так не говорим. Мы ставим в конце предложения. То есть, вначале надо сказать занято, потом сейчас. Занят. I'm busy. И потом сейчас now. I'm busy now. Я сейчас очень занят. Я. I'm. Также, видите, сейчас ставится в конце. То есть, вначале очень занят. I'm very busy. И потом уже сейчас. Now. I'm very busy now. I'm very busy now. Он свободен. Он. He's. Свободен будет free. Free. Вообще, free – это бесплатный. Бесплатный и free также свободный, свободен. Free. He's free. He's free. He's free. I'm busy. I'm busy now. I'm very busy now. He's free. Она свободна. Она. She's the. Свободна. Free. She's free. She's free. Она очень занята сейчас. Но, опять же, можем также сказать. Сейчас. Она сейчас очень занята. Или сейчас она очень занята. Now ставится в конце. Получается, она сейчас очень занята. То есть, очень занята. Very busy. Сейчас. Now. She's very busy now. She's very busy now. Он женат. Он. His. Эти глаголы действия нет. Это прилагательное. Женат будет. Married. Married. A. Married. 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 Женат. Married. His. Married. His married. The. His married. His married. On женат. Она замужем. Она. She's. Замужем. Married. She's married. She's married. Они женаты. Они. They're. Женаты. Married. They're married. They're married. She is free. She is very busy now. He is married. She is married. They're married. Он холост. Он. His. Холост. Это сингл. Single. Single. Холост. He's single. То есть, не женат. He's single. Свободен. He's single. He's single. Я холост. I'm. Single. I'm single. I'm single. I'm single. He's single. I'm single. Друзья мои, отлично. Вот специально был такой насыщенный урок в рамках нашего плейлиста. Мы сейчас переходим к практике. Мы 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 переходим к практике.